Местные жители полили сухую траву. Весной эта фраза часто фигурирует в сводках происшествий. О том, к чему это может провести это действие, мы будем говорить с заместителем начальника главного управления МЧС России в Чувашской Республике Николаем Петровым. Николай Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что многие жители республики знают очень печальную историю про то, как в Ельниковской рощи, в Ельниковском овраге, в Новочебоксарске во время пала сухой травы погиб ежик. В Воронежской области еще более ужасная ЧП сгорела женщина, которая полила сухую траву. Тоже тело пенсионерки обнаружили около ее дома. Соседи утверждают, что она как раз занималась именно, полила траву у дома. Какие еще есть сведения, какая еще статистика? Ну, можно далеко не ходить. У нас у самих в республике есть такие проблемные моменты, когда люди гибнут от пала сухой травы на своем участке. То есть в этом году уже кто-то погиб в республике? В этом году. У нас погибли два человека. Женщина 75 лет и мужчина 80 лет. Они убирали свои огороды, соответственно, надышались, упали в то же самое место, где трел костер, и просто вздохнулись от дыма. То есть это вот так происходит? Действительно же люди не то, чтобы они горели живем, они просто могли задохнуться от продуктов горения. Просто вздыхаются, да. У нас есть факт, когда мужчина 63-го года рождения, инвалид, тоже занимался уборкой территории своего огорода в Козловском районе 19 апреля этого года и получил ожоги в 50% тела. И вот тоже я недавно, буквально недавно прочитала до нашей записи, до нашего эфира, что в Новочебоксарске тоже пострадало от огня кладбище. Тоже некоторые могилы горели из-за того, что, видимо, тоже от соседних участков огонь перекинулся. Тоже был выходной день, это тоже перекинулся ветер, не было штили, конечно. Это мы тоже имеем, что кладбище на сегодняшний момент у нас тоже пострадало от огня в эти выходные. Если только было буквально за несколько дней, за минувшие выходные, уже столько ЧП, столько несчастных случаев, такое опасное мероприятие, а закон как-то оговаривает? У нас запрещено вообще законом этим заниматься или еще нет? Ну, вообще, если сказать статистику, у нас на сегодняшний день уже 65 пожаров произошло из опала, сухой травы, стерни, только в этом году. Это только апрель, считайте, вот две недельки. 65 пожаров, не считая пожаров в домах, машинах, магазинах, да, это только из-за травы, то, что сжигает траву люди бессознательно, бесконтрольно, безалаберно. 65 пожаров, двое погибших, один травмированный. Уничтожены пять строений, то есть что такое строение? Сараи, лачуги, бани, заброшенные дома, три дома заброшенных, уничтожены у нас чуваши уже. В соседней области у нас есть такие, которые по 10-20 домов жилых сгорают. То есть все деревни? Все деревни выгорают. Хорошо, что у нас этого не допущено. Ну вот что можно сказать, да, наиболее горимые районы у нас, наиболее горимые попалы сухой травы, пожжневных остатков, да, это Аллатрский район, 13 случаев у нас зафиксировано только официально, это Порецкий, 10 случаев, это Козловский, 8 случаев. Это только официально то, что мы обнаружили, или термоточки, за счет спутника, или рейдовым осмотром, когда люди, граждане, объезжая территорию, видели какие-то возгорания. Это то, что официально обнаружили мы. Конечно, санкции есть. Гражданам принимаем меры до 2 тысяч рублей, должностным лицам до 15 тысяч рублей, юридическим до 200 тысяч рублей. А вот в каком случае принимают санкции? Если это привело к ЧП, например, что, не знаю, сгорел соседний, да, там, сарай или дом, или в любом случае, если зафиксировано, что гражданин занимался вот таким вот именно... Если гражданин занимался палом травы, не оборудовав место специальным, как требует того приказ МЧС России, не выкопал небольшую яму с углубления, не окопал вокруг, чтобы не ушел огонь, да, лопатой, там, на уровне штыка, глубиной штыка, не подготовил ведро с водой или огнешитель не поставил, не подготовился, и поджег, и когда вот огонь уходит за пределы вот этого круга, или которого даже нет у круга окопанного, вот в этот момент мы обязаны принять меры к нему. То есть я правильно понимаю, в принципе у нас, да, например, в деревнях, в частном секторе, мусор сжигать не запрещено, просто надо применять правила безопасности. Да, еще более того, мусор сжигать не запрещено в момент, когда, как сегодня, вот второй, третий, четвертый класс пожарной опасности. Но если вводится особый противопожарный режим, который мы планируем ввести на территории республики, с 28 апреля, в Козловском, Порезском, в Алатарском районе, в городе Алатаре, они уже введены, то в данный момент любое сжигание остатков запрещено полностью. Их только надо собирать и вывозить на мусорку. Как люди узнают, в каком районе, когда у нас введен будет этот режим? Это где-то на сайте, да? Это обязательно на сайте, это в местных газетах, это на ваших же телевидениях, на информалентах интернет-каналов. Элементарно везде. У нас могут позвонить к нам на 01, на 112. Мы доведем на граждан. Если говорить о Чебоксарах, в Чебоксарском районе, вот когда мы такой введем режим? Сегодня обсуждал данный вопрос с руководством города Чебоксары. Они планируют с 28-29 апреля ввести данный противопожарный режим для того, чтобы запретить въезд, как у нас практикуется, за Волжье в Сосновку, чтобы исключить возгорание леса за Волгой. Если все-таки вернуться к палу травы, когда читаешь какие-то форумы, на которых написано о каких-то происшествиях, те, кто живут в деревне, говорят, ну а как же мы? Вот попробуйте сами убрать такое количество гектаров. Или люди думают, что, например, пойдет быстрее новая трава, если сжечь старую. Некоторые говорят о том, что таким образом, сжигая траву, они удобряют почву. Вот в этих их доводах есть зерно разума, так сказать? Ну, конечно, мы пожарные, мы не геологи, да, и не... Как говорится, не агрономы, но я четко могу сказать, что в правилах противопожарного режима два года назад была видена статья за то, что если человек на своем земельном участке, поле, в огороде оставляет поживные остатки, которые уходят в зиму и высыхают, то есть он обязан убрать эти сухостои. Если сухостои находятся в осеннее время, в летнее время, в весеннее время на его участке, то мы имеем полное право принимать к нему меры дисциплинарного административного воздействия. То есть юридический характер меры оштрафовать по-другому. Это прописано в правилах противопожарного режима. Раньше этой статьи последние два года не было, только два года введено. Это тоже нам большой плюс в работе. И вот я знаю, что еще изменилась классификация, да? Пожар, возгорание. Что считается пожаром, что считается загоранием? Наверное, чуть-чуть наоборот, ужесточилось с этого года. Раньше у нас часть пожаров считалась как загорание. Допустим, вот та же самая трава, которую мы сейчас имеем, считайте, пожаров, в прошлом году она прошла бы просто как загорание, как трава, как мусор. Но сейчас даже горение мусора, горение травы в этом году классифицируется как пожар. То есть так, как во всем мире. И, соответственно, по всей России, в том числе и в Чувашии, мы у себя наблюдаем небольшой всплеск пожаров. То есть поэтому вы видите количество пожаров, но, как вы сказали, в любом случае за это уже санкции идут. Санкции, да. За это уже идут санкции, да. Сейчас у вас есть возможность обратиться все-таки ко всем жителям республики. Что бы вы им посоветовали, что бы вы им сказали? Как раз такой сезон. Да, уважаемые жители республики, очень бы хотелось к вам обратиться и сказать, что не будьте безалаберны, берегите свое имущество, свои дома, дома соседей, леса, поля. Не разжигайте костры, там где-то не положено. Если вы решили разжечь, то подготовьте места для разжига костров. Но если введен особый противопорожный режим территории республики, района, то любое сжигание стерней, пожарных остатков запрещено. Нужно только увозить. Прячьте от детей спички. К сожалению, мы имеем в этом году гибель твоих детей в ночи по-старски. Балоство спичками, зажигалками. Не было бы этих спичек на подоконнике, дети были бы, может быть, живые. Если вы стали свидетелем какого-то загорания, задымления в поле, в огороде, в доме, всегда набирайте телефон 01 или 112 и вызывайте по данному адресу спасательную службу пожарную охрану. Спасибо за внимание. Ну что ж, я от себя отмечу, что, наверное, все эти люди, которые погибли, сжигая мусор или стали виновниками крупных пожаров, наверняка они тоже думали, что такое с ними не произойдет. Да. Тем не менее. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что мы о том, к чему может привести палосу хоть травы, мы говорили с заместителем главного управления МЧС России Почувашской Республики Николаем Петровым. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok